так здесь пусто и здесь пусто всем привет едем мы в одессу на конференцию выкупил весь вагон вот наш вагон наша купашка едем люксе в люксе у нас два места два места телек который во всех люксах есть и который никогда не работает что он дает здесь 2 водички два стаканчика вот с такими салфетками вот здесь у нас свет розетка на 220 радио которое тоже никогда не работает ну как тебе уютно да он все-таки нет я не купил вагон люди заходят по ходу перепутали подушечки у нас ставят как в школе как в садике школе а что в школе подушки были ада в первом классе не быть заселяемся в отеле ребята смотрите какая тут лампа прикольная смотрите есть короче магнит прикладываешь и двигаешь и лампа фиксируется прикольная вещь да кто-то видел такое я с каждого отеля вам показываю интересные фишки которых я никогда в жизни раньше не видел и вот в одессе в отеле m1 вот такая вот прикольная лампа также смотрите как здесь красиво какой красивый холл набережная вон рыбаки сидят пирс блин ребята крутой отель нас встречаются вот смотрите коктейлями держи еще ни в одном отеле нас не встречали а когда когда тебе на респе коктейль чай наливали данном на боли и на мальдивах чаек а здесь а что это тоже чай так заходим номер у как все простенько и уютно больше всего мне нравится вот рабочий стол о прикольно здесь смотрите какие лампы здесь прикольная мне нравится что здесь и пол не мягкий что у нас в баре все стандартные этот шоколад везде дают этот шоколад ужасно невкусный французский походу принглс резервативы дюрекс на йод а что это такое не знаю что это такое смотри какая штука прикольная вино какое-то каньяк да а вот это что не переворачиваешь тоже я кстати в бахилах видите хожу по городу в бахилах в убере тоже в бахилах чтобы машину не пачкать вот такой вот отель отель называется м1 и кстати этот отель одобрен ревизором тищенко походу его одобрил здесь был шикар так вешаем курточку так вешаем курточку не могу попасть прикинь так вешаем курточку так вешаем курточку так вешаем курточку так вешаем курточку так вешаем куртку так вешаем куртку что у нас здесь тапочки есть отлично сейф халаты я не знаю кстати а халатов кстати нет здесь у нас такой прикольный стайл кнопочка сос как в харькове если вам плохо дергайте и к вам прибегают о 75 отличный вес а 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 и так уже новый день сегодня мы идем на конференцию джону кеху конференция по психологии вы просили побольше снимать как я живу вчера мы приехали и поселились в отеле я поработал вечером немного погуляли вот сходили в парк в принципе все а сегодня вот 9 утра идем на конференцию ребят что я вам еще хочу сказать если вас мотивирует какой-то канал на ютубе если вас мотивируют такие встречи ходите на них и заряжайтесь в принципе на этой конференции я думаю новой информации не будет я кстати читал книгу джона кеха подсознание может все да вы можете сказать что эту информацию ты можешь прочесть в книгах что этот человек на конференции там делает деньги из воздуха ребята я туда иду не за информацией я туда иду за общением я туда иду за контактом вот вы спрашиваете как себе создать окружение как создать окружения из миллионеров вот слушаете миллионеров читайте книги если вы читаете книгу которую написал миллионер вы как бы общаетесь с миллионером а я иду на встречу с этим миллионерам то есть я буду его видеть вживую Это меня мотивирует, это меня заряжает, и мне от этого только лучше. Если вам от чего-то хорошо, делайте это. Вот я вам показываю вот мой стиль жизни. Итак, пришли мы на завтрак. Завтраки здесь очень классные. Есть томатный сок, устрицы дают. Что у тебя любимое? Что у меня? Зирок, клубничка и оладуши, кабачковая оладушка. Очень вкусные здесь десерты. Я не спал целую ночь, взял редбульчик себе. Это то, что я люблю больше всего. Чия-пудинг с смородином, муссом, камамом. Хамон. И шук-шука. Итак, мы уже на конференции. Здесь, блин, вообще как в какой-то, не знаю, в какой-то думе. Вот такие вот потолки, видите. Что ты заполняешь? Анкеты на розыгрыш. Мартынюк, Карас Анатольевич. Инстарте. Да, все правильно. Должность видеоблогер. Все верно. Также здесь вот продают книги. Вот это нормальная книга. Вот про эту книгу я вам говорил. Всем советую прочесть. Она маленькая. Человек, который хорошо знает то, чему учит. За пять лет он запретил путь от пикника до успешного признанного специалиста, изменяющего жизнь людей к лучшему. Его книги расходятся в миллионами тяжестей. Уже с двух лет он путешествует по миру и делится своим учением о силе его сознания. Встречайте. Джон Керрор. АПЛОДИСМЕНТЫ И я хочу, чтобы каждый из вас был по-настоящему успешен. Существует очень важен для нас в жизни. И мы все созданы, рождены для успеха. Но я хочу, чтобы вы понимаете, что есть много definitions о успехе и что каждый из нас должен иметь свою собственную definition о успехе. Мне кажется, что обычные, стандартные, культуральные определения успеха они достаточно ограничены. У нас стандартное определение успеха, что вы успешны, если вы либо богаты, либо знамениты, либо молоды. А если у вас нет чего-то из этого, то вы не добились успеха. Но я хочу, чтобы вы глубже задумывались о самом понятии и пришли для себя к своему определению, что будет успех личным для вас. И для кого, конечно, это действительно будет заработать много денег. А для кого-то создать бизнес и стать успешным предпринимателем. А для кого-то создать семью и воспитать детей, у которых будут значимы ценности и правильное представление о жизни. четыре отдельных, несвязанных между собой, независимых техники по работе с негативными проявлениями разума. Первая – это отрубить или отрежь. И эта техника работает так. Как только вы заметили, что вы начинаете думать какую-то негативную мысль, мгновенно отрубите ее, остановитесь, и вместо нее встроите какую-нибудь другую мысль. Не надо с ней спорить. Не пытаться защищаться от нее. Не анализировать. Как только вы заметили, что это негативная мысль, мгновенно отрежьте ее и вместо нее поместите какую-то другую. Ключ к этой технике – это сделать это в ту же секунду, как вы заметили, что вышла негативная мысль. И, например, эта мысль начинает вам доказывать, насколько вы бесполезны, никчемны, и как у вас ничего не получится. Не надо же ее заканчивать, додумывать мысль. Не надо. Как только вы заметили, что это негативная мысль, остановите ее и вместо этого встроите в другую. That's the first technique. Это первая техника. Во второй технике мы не пытаемся останавливать или отрубать эту мысль. Мы вешаем на нее верлычок. Вы сами себе говорите, то, что сейчас со мной происходит, это я переживаю в кавычках негативную мысль. И мы сами себе напоминаем, таким образом создаем ярлык, и что это всего лишь негативная мысль. И собственной силы, власть над нами в этой мысли нет. Мы, только мы, можем дать ей эту власть над нами. Я вас с вами поделюсь сейчас одной мыслью, и я хочу, чтобы вы поняли, что одна эта мысль даст вам возможность устранить 75% любых негативных проявлений в вашем разуме. Если вы поймете эту мысль, то 75% негативных мыслей исчезнут как по волшебству. Поэтому будьте очень внимательны. Я ее повторю три раза специально. И я даже не хочу, чтобы первый раз ее записывали. Я хочу, чтобы она прям выжглась в вашем сознании. Я хочу, чтобы вы никогда больше в жизни не забывали это открытие. Готово? У негативных мыслей есть власть над вами, если вы на них реагируете. Потому что у ваших негативных мыслей нет никакой собственной силы, кроме той, которую вы ей даете. Это же очень важно понимать. Негативные мысли как пиявки. А негативные мысли высасывают из вас энергию. И они не просто высасывают это энергию, они еще и получают силу только от вас. Потому что как только вам пришла негативная мысль, какая-то картинка, и вы думаете, так, все, теперь точно. Вот это вот сейчас это случится, пусть у Бога. Вот тогда мысль вас поймала. Вот тогда она получила вашу силу. И чем больше вы продолжаете ее думать, тем больше вы подкармливаете эту мысль, тем больше силы вы ей даете. Третья техника называется преувеличение. Третья техника работает так, что бы с вами ни случилось. Вы преувеличиваете эту мысль до абсурда. Это становится театром абсурда. Сырюкистик за этим не просто немножко там добавляете чего. Если вы просто немного усилите эту мысль, может, хуже даже случилось, вам нужно пройти еще один шаг, преувеличить это до абсолютного абсурда. Какой бы ни была негативная мысль, противопоставьте ей ее прямую противоположную. Потому что, понимаете, в нашем разуме помещается всего одна мысль за раз. Вам может казаться, что у вас было огромное количество мыслей, но на самом деле это одна мысль за другой мысль, за еще одну мысль. И если вы возьмете эту негативную мысль и поменяете ее на противоположную, тогда вы измените динамику энергии в этой мысли, вы заберете власть над ней себя. И очень важно, чтобы вы всегда помнили, что у негативных мыслей есть власть над вами только когда вы на них реагируете. Когда вы теперь сталкиваетесь с негативными мыслями в своем сознании, взаимодействуйте с ними как боксер. И в следующий раз, когда вы столкнетесь с негативной мыслью, проведите двоечку. Две техники второго номера, одну технику четвертого. Поиграйте с этим. Найдите, что работает для вас. И некоторым людям одни техники нравятся больше других. Но у нас теперь есть 4, целых 4 потрясающих техники для того, чтобы изменить негативные представления в собственном разуме. Есть техника, о которой я говорю в книге «Подсознание может все», это визуализация. Давайте для начала скажу вам вот что. Абсолютно все упражнения занимают буквально 5 минут. Я за долгие годы работы с энергиями заметил, что буквально 5 минут – это отличное время за упражнение. Визуализация работает так. Что бы вы ни хотели, чтобы появилось в вашей жизни, вы отправляетесь в свой разум, вы создаете там картинку, как будто это уже есть в вашей жизни. Не то, что вы добьетесь этого в будущем. Не то, что вы позитивно настроены. Во время визуализации вы отправляетесь в свой разум и представляете, что это уже к настоящему моменту произошло. Я вам сейчас расскажу, чего не надо делать. О, please let it happen. Не надо стараться. Говорит, пожалуйста, только бы это случилось. О, I want it so bad. Мне так этого хочется. О, I will do anything if I can make it happen. Я бы все отдал, чтобы только так случилось. Please let it happen. Пожалуйста, пусть только это случилось. Да? Вот такого не надо. На самом деле, надо делать по-другому. Вы отправляете в свой разум и размещаете туда вот эти вибрации энергии, как семена того, что как будто бы уже произошло. И когда вы делаете это упражнение, на эти пять минут, это уже происходит с вами. У вас уже есть эти возможности. Вы уже ощущаете эту финансовую независимость. Это лично для вас реальное событие. Но вы можете сказать, Джон, но в моей жизни это не так. Понимаю. Но вот так техника работает. Вы отправляетесь в ваш разум, вы проживаете это, чувствуете это, ощущаете в себе эту вибрацию. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. И на самом деле, я очень рекомендую каждому следовать за этим ощущением страсти. Ваша страсть – это ваша судьба. Это ваш личный способ понять, где лежит направление вашего успеха. И Вселенная совершенно точно хочет, чтобы вы были успешны. Однажды мы выходили в океан на нашей парусной лодке. У меня с товарищем была вместе с двоих парусная лодка. И мы летом постоянно выходили в океан. А мы живем на северо-западе Тихого океана, и там очень много дождей. Но это лето, оно было каким-то удивительным. Каждый день солнышко. И каждый раз, когда мы выходили в море, и было прекрасно, погода, мы говорили, ну, как судьба такая. Я хочу вам объяснить, что в английском и в Канаде, когда мне используют выражение «Just my luck», «такова судьба», «такова моя удача». Мы используем это почти всегда, чтобы обозначить, что произошло что-то неудачное, что мне не нравится. И мне кажется, что в вашей культуре, когда что-то неудачное происходит, вы можете сказать, что это, ну, жизнь такая, такова жизнь, для того, чтобы объяснить, как так вышло, что это произошло. В Северной Америке мы говорим, вот, «Just my luck», такая у меня удача, когда происходит что-то, что нам не нравится. Это было достаточно необычно, чтобы решили использовать эту фразу прямо наоборот, прямо противоположно тому, как большинство людей это используют. Мы использовали эту фразу, когда происходило что-то очень хорошее. И каждый раз, когда происходило что-то по-настоящему приятное, я говорил, «Ну, такова жизнь». И я делал это абсолютно намеренно, сам программировал свое подсознание. Однажды я пытался попасть на концерт и купить билеты по телефону на выступление очень знаменитого канадского певца Леонарда Коэра. Вы, может быть, не знаете его по имени, но песню «Аллилуйя» наверняка слышите. И я не знал, что он приезжает, потом обнаружил через неделю после начала продаж, ну и на всякий случай позвонил в кассу для того, чтобы вдруг остались билеты. А женщина там просто рассмеялась. Не-не-не, буквально за час все распродали. И когда я с ней разговаривал, она внезапно посмотрела в систему и сказала, «А, так, сейчас секунду, подождите, что тут необычное происходит?» А у меня появились два билета на экране, я видел, кто-то их только что стал. И они прямо в третьем ряду брать будете? Папа уж возьму, сказали. Она говорит, «Безунчик, а?» Я не знаю, такова жизнь. Оно таким образом нарастает, разобивается и становится все более и более необычным. Это даже удивительно порой. И я помню, я даже участвовал в благотворительных опционе, где в итоге разыгрывалась очень красивая картина, и всем достался билетик. И там было около тысячи человек, я с друзьями, и мои друзья они как-то очень напряглись, потому что видели, что я тоже с билетик бросил. А я говорю, «Слушайте, а у нас-то какие шансы?» Вот Кеха тут, рядышком. В итоге вытягивает номер, поднимая руку, выиграл картину. Час в мою руку. Такова жизнь. Час в мою руку. Ничего, у кого последняя мысль сейчас? Потому что у меня сотни ситуаций, которые это все подтверждает. Я как-то ездил на игру, хоккейный матч в Торонто со своими братьями и сестрами. И у них есть такая лотерея, называется 50 на 50, когда все скидывают с какой-то небольшой суммой, а в итоге половина выигрышного фонда идет на благотворительность, а половина идет человеку, который в билетик выстил. И 20,000 people had bought tickets. Соответственно 20,000 человек убило билеты. So there was 20,000 dollars there. They call the number. I look to my sister and I think I won. And my sister goes, you did not join. This is fair. You always win. Just my luck. Just my luck. Не то, что мне раньше как-то не везло, знаете, но этот уровень удачи уже начал выходить за какие-то разумные пределы и начали происходить какие-то потрясающие вещи. И вот, что я хочу, чтобы вы сделал. This would honor me. Это будет для меня большое честь. And you're going to love it. И вам это понравилось. Теперь, каждый раз, когда с вами происходит что-то очень хорошее, я хочу, чтобы вы сами себе говорили, жизнь такая. This is life. Жизнь такая. Everything. Каждый раз something good. Когда происходит что-то хорошее, привыкаете, говорите, и ваше подсознание такое, о-о-о, вот жизнь такая. It means good things happen to you. Это когда хорошие вещи происходят. Значит, нам нужно привлекать и замечать больше хороших вещей, потому что так. Жизнь не устроена. Вы увидите, насколько странно будет звучать, когда другие люди используют это выражение поста, когда происходит что-то неудачное и неприятное, и люди говорят, жизнь такая. You're gonna go, why are they saying that? Вы такие, а зачем они вообще так говорят? Почему они программируют свое подсознание вот таким образом? Обещают, что если вы начнете использовать это выражение каждый раз, когда происходит что-то хорошее, хорошего будет происходить все больше, и больше. и изобилие. И вот это мой дар вам всего. Сык and you will find in the vibrating matrix, Сык and you will find in the vibrating matrix, Holy, 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 Seek and you will find in the vibrating matrix, Holy, 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 All is possible in the vibrating matrix, Конференция закончилась, мне очень понравилось, знал я где-то, ну 90% всей информации, но вот все 10% подтвердили все мои знания, можно сказать. Реально вдохнули новую жизнь в меня, я даже изменил свои утренние установки, свои утренние и вечерние молитвы, немного изменил и усовершенствовал их. Я этим всем уже давно занимался, он просто, вот Кеха, он взял это все реально и подтвердил, что все это реально работает. Также мы взяли автографы, купили две книги, я вам советую, конечно же, его книги, очень толковый мужик, также пообщался с интересными людьми, было реально круто, а приду в отель уже и расскажу вам основную суть конференции. Итак, я уже в отеле, теперь давайте расскажу вам основную суть конференции. Ребята, вот пожалуйста, слушайте меня сейчас внимательно и поймите, насколько все просто и как это может изменить вашу жизнь. На этом семинаре Джон Кеха рассказывал, как управлять своим мышлением, как управлять своими мыслями, потому что у большинства мысли управляют человеком, не человек управляет мыслями, а мысли управляют человеком. Это очень важно. Я вам уже говорил, что основную информацию я знал, но вот Джон Кеха ее рассказал совершенно другими словами. Он объяснил это все на примерах и это очень круто, потому что я это все зная применял где-то процентов 20, а теперь, разобравшись, я уже применяю где-то процентов 60, то есть повторение, повторение, повторение. Это должно, блин, укорениться, не знаю, в вашем сознании. Как таблица умножения. Он объяснил это на примере таблицы умножения. Вот вы должны просто на автомате знать и понимать всю суть вещей. Как таблица умножения. Я вам скажу там 7 на 7, вы скажете 49, 7 на 5, 35. Вы моментально даете ответ. Почему? Потому что она у вас уже навсегда в вашей голове. Только я вам скажу там 12 на 13, вы уже не будете знать ответ. Так же и с мышлением. Ваше мышление, вот правильное, должно быть здесь у вас навсегда, должно вести вас по жизни. И тогда у вас все будет получаться. И вот правильным мышлением, правильным отношением нужно заниматься. Нужно тренировать свой разум. Нужно каждый день уделять этому время. И делать это на протяжении блин всей жизни. Потому что это самое главное. Нас учат всякой беспонтовой блин херне, которая нам не помогает в жизни. А как контролировать свое мышление нас никто не учит. Нет блин инструкции. Как управлять своим мышлением. И из-за этого большинство бед. Из-за этого мы страдаем, переживаем, накручиваем себя. Из-за этого болезни, из-за этого стрессы. Мы вот страдаем, не знаем, как справиться с этим. Идем блин в магазин, покупаем водку, бухаем. Там наркотики, понимаете? Из-за чего? Из-за того, что ваши мысли контролируют вас. И вот всем этим я вас подвожу к самой главной фразе семинара. Одна фраза, которая просто должна изменить вашу жизнь. Ее никто не понимает. Ее нужно просто понять. И это все применить. Все настолько, блин, просто. Но никто почему-то этой фразе не следует. Итак, готовы? Что? Посеешь, то и пожнешь. Все! Все, ребята! Насколько же, блин, все просто! Теперь я это все вам объясню на простом примере. Пожалуйста, слушайте меня сейчас внимательно. Если вы хотите огурцы, что вы будете сажать у себя на огороде? Какие семена? Какие семена вы будете сажать? Понятное дело огурцов. Если вы хотите картошку, вы будете сажать картошку. Но в нашей жизни все наоборот. Мы хотим, блин, картошку, а садим, например, свеклу. Понимаете? Как такое, блин, возможно? Как такое возможно? Но люди это делают и не понимают, почему они не добиваются результата. Если вы хотите достичь богатства и достичь успеха, почему вы концентрируетесь, блин, на отсутствии денег? Почему вы думаете, что везде развод, что везде лохотрон? Какая плохая жизнь? Вы концентрируетесь на негативе. Хотите денег, а концентрируетесь на нехватке денег. И хотите получить деньги? Ничего не получится. Хотите картошку, блин, а сеете огурцы и думаете, что у вас будет картошка. А картошки, блин, не получится, ребята. Так если вы хотите стать успешным, стать богатым, концентрируйтесь на возможностях, засевайте в своей голове семена успеха, смотрите то, что вас мотивирует, мотивационные, блин, видео, общайтесь с теми людьми, которые вас мотивируют, учитесь у людей, которые уже добились успеха, варитесь в правильном окружении, читайте правильные книги, стремитесь к этому, и только тогда у вас будет успех. Все так просто? Скажите, да? Насколько же все просто? Но почему-то никто так не делает. И вот я еще раз убеждаюсь, что психология это самая-самая-самая, блин, важная вещь. Если вы научитесь контролировать свои мысли, если у вас будет правильное мышление, правильное отношение к происходящему, у вас все получится. Это самое-самое главное. А люди на это не хотят обращать внимание. А если вы этим вообще не будете заниматься, то есть пустите все на самотек, тоже результата не будет. Вернее, будет плохой результат. Опять же, я возвращаюсь к огороду. Вот если у вас есть огород, и если этим огородом не заниматься, что будет с этим огородом? Там будут, блин, сорняки. Там не будет прекрасный сад. Там не будут классные растения. Правильные, мол, мысли. Там будут сорняки. Почему? Потому что у нас такая окружающая среда. Смотрите, блин, новости. Что в новостях? Один негатив. Один сплошной негатив. Там у нас идут пожары, там у нас катастрофы, здесь война, здесь кого-то ограбили, там кого-то изнасиловали. Вот такие новости. И вот как в такой среде можно настроиться на успех? Потому что на одну вот эту вот негативную новость есть тысячу позитивных, но об этом никто не говорит. Мир – это потрясающее место, где можно добиваться результата, где можно получать все, что ты хочешь. Но только вот у вас закрадывается такая мысль, только вы думаете, я смогу, я добьюсь успеха, я самый лучший, как сразу же ваш разум вам говорит, да посмотри на себя, ты нищеброд, у тебя нет денег, посмотри на ситуацию в стране, да какие здесь возможности, да везде, блин, развод, ты ничего в этой жизни не добьешься. Вот так вы мыслите, ваш разум вас контролирует. И, понятное дело, здесь ни о каких деньгах и ни о каком успехе не может быть и речи. И еще очень важно, я хочу, чтобы вы разделяли правильное мышление, правильное отношение к жизни и сплошное позитивное мышление. Опять же вернемся к нашему огороду. Приходите вот вы на огород и видите там стоит фермер и улыбается, смотрит в небо и вы спрашиваете у этого фермера, ну что посеял? А фермер говорит, ничего, у меня позитивное мышление и я вот надеюсь, что вот здесь будет у меня картошка. Я позитивно настроен. Что будет? Ничего не будет. Понимаете, да, о чем идет речь? Но, конечно же, без позитивного настроя никуда. Потому что вот эта вот вся агрессивная среда вас просто съест. И опять же найдутся люди, которые будут говорить, ой, это все банальные истины, это все красивые слова, но нужно смотреть на мир реальными глазами. Реальная жизнь, она не такая. Я не оптимист, я не пессимист, я реалист. Знаете, что я вам скажу? Миром управляют оптимисты, а пессимисты и реалисты это всего лишь зрители. Если бы не было оптимистов, вы бы не пользовались айфоном, вы бы не пользовались, блин, светом, вы бы не ездили на автомобилях, вы бы не летали на самолетах. Потому что это все создали оптимисты, которые верили, что смогут изменить мир. И они его изменили. Обычные люди просто за этим наблюдали и говорили, да ну, у тебя ничего не получится, да ну, нужно смотреть на мир реальными глазами. А потом, когда видят, что у кого-то что-то получается, ой, да, серьезно? Ну, тебе просто повезло. Вот и все. Вот так мы устроены. Итак, на этом я с вами буду прощаться. Я думаю, основную суть я вам донес. Так что у нас здесь будет только правильное отношение, только правильный настрой, будет только позитив. Везде вокруг куча всякого дерьма. Мы создаем, блин, свою атмосферу и в этой атмосфере действуем и достигаем успеха. Вот и все. Я, конечно же, как и вы, живу в реальном мире, но я хочу на него смотреть под другим углом. Поэтому читаю правильные книги, поэтому смотрю правильные каналы, правильные видео, поэтому я на конференциях, я этим всем заряжаюсь, мотивируюсь, я это все повторяю, я все свои установки повторяю, я занимаюсь своим разумом, я занимаюсь своим мышлением. Иду вперед и добиваюсь успеха и этого желаю вам. Огромное спасибо всем за поддержку, за просмотр. Помните, блин, вы все сможете. Никого, блин, не слушайте, что у вас что-то не получится. Я вам говорю, все у вас получится. Я через все прошел, я показал вам, каким я был, показал вам свою жизнь и теперь учу вас. Поставьте этому видео лайк, подпишитесь обязательно на канал. Всем удачи, пока!